Сегодня в Смольном петербургские врачи по видеосвязи обсуждали с турецкими коллегами состояние 12-летней Алисы, едва не утонувшей в отеле турецкого Бодрума. Российская сторона впервые получает подробную историю болезни Алисы. В клинике говорят в основном по-турецки. К сожалению, пока ничего утешительного турецкие врачи не сообщают. Алису слишком поздно привезли в реанимацию университетского госпиталя по Муккале. Дорога из Бодрума занимает 6 часов. Из-за того, что она пробыла под водой целых 5 минут, у Алисы сильно повреждены печень и легкие. В Денезли ее доставили на аппарате искусственной вентиляции легких. Четырежды диагностировали клиническую смерть. Состояние ее настолько непростое, что врачи думают не о транспортировке из страны в страну, а из кабинета в кабинет для элементарного КТ и МРТ. Ребенок довольно нестабильный, поэтому любые обследования, которые возможны даже в крупном стационаре, они требуют транспортировки. Транспортировка на сегодняшний момент в том состоянии, в котором сейчас ребенок находится, невозможна. Соответственно, доктора думают о переоценке возможности транспортировки в кабинет КТ, в кабинет МРТ. Я уж не знаю, как они это называются. И, соответственно, завтра будет оцениваться еще раз состояние, еще раз детально будет проведена оценка всех жизненно важных систем. И, в общем, примут какое-то решение, возможно, о дополнительном каком-то еще обследовании, в том числе лучевом, для оценки состояния нервной системы. Врачи обеих стран отказываются строить какие-либо прогнозы без необходимой оценки состояния девочки. Эвакуация из страны в страну пока не представляется возможной.